Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Под таким названием в этом году проходят рождественские образовательные чтения. В Дворце культуры «Видные» собрались представители духовенства, педагоги, общественники. Одного из гостей встретил лично глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Алексей, приветствую вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Отнесли нас пока, живая. Перед началом мероприятия для Алексея Спаского и архиепископа Подольского и Люберецкого аксия была устроена небольшая экскурсия. В фойе Дворца культуры организовали выставку работ воспитанников центров детского творчества «Импульс» и «Гармония» большинство из них на библейские сюжеты. Вот у нас интересная работа. Это рождественские истории. Это спектакль кукольный. Куклы изготовлены детьми. И куклы все играют, все движутся. На рождественских чтениях традиционно рассматриваются вопросы, лежащие на стыке образования, культуры и духовно-нравственного просвещения. Обращаясь к собравшимся, архиепископ Подольский и Люберецкий аксий обозначил общие задачи, которые стоят как перед учителями, так и перед духовенством. Кто, кроме священника и педагога, разъяснит юноше его обязанности как главы семьи и защитника Родины, а в душе девушки укрепит идеалы целомудрия и членолюбия? В ответном слове Алексей Спасский поблагодарил архиепископа Подольского и Люберецкого аксия за его вклад в развитие духовного просвещения в Ленинском округе и отметил, что одна из главных задач подобных церковно-общественных форумов расширение сотрудничества церкви и государства в области образования. Понимаем, что в центре всего, в любом случае, находится человек. Человек с его выбором, с его решением о том, хорошо, плохо. И здесь слова благодарности нашему благочину, который совместно с управлением образования ведет такую, может быть, рутинную, тяжелую, кровотливую работу, но работу благодарную и благодатную во всех форматах, в которых это происходит, это и лекции, и семинары. Рождественские чтения проводятся с 1993 года, но 2004 года не имели названий, которые обозначали главную тему форума. В 2015 году появилось еще одно новшество. Выступления спикеров чередуются с творческими номерами, в которых главная мысль также – духовное развитие человеческой личности. Чтобы русский храд, да не объять, чтобы русский царь был так стадь. В ходе рождественских образовательных чтений были заслушаны доклады духовенства Подольской епархии и представители педагогического сообщества. Все они с разных сторон освещали тему глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. Необходим системный подход в создании единого образовательно-воспитательного пространства духовно-нравственного воспитания обучающихся, в которое будут вовлечены и взрослые, и обучающиеся. В финале рождественских образовательных чтений архиепископ Подольский Люберецкий Аксий вручил представителям педагогических коллективов, общественных организаций и духовенства архиерейские грамоты. Это награды за плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.